Роман Андреевич Карцев Минске был много раз. А вот в этих сейчас городах, где я буду, я ни разу не был. В Абруйск. То есть я знаю, слышал, но почему-то не был. Нас тогда посылали по плану в большие города. И мы могли в Минске сидеть две недели там, скажем. Вот. И сейчас вот я сюда пригласил, с удовольствием поехал. Вообще мне нравятся такие небольшие города. И в Украине очень люблю такие города. Ну, Киев, само собой. Очень красивые. Там Харьков. Большие города есть. А есть такие средненькие, где красивые яблоки, где хорошие сады, хорошие люди. Сейчас такая мода. В России это... Даже если мы проиграли, хвали. Это точно. Так вот, Олимпийские игры, все эти крики. Играла Норвегия с Финляндии в хоккей. И в зале сидела публика и кричала Россия! Россия! Этот диктор, который вел, он говорит, ребята, чего вы кричите? Здесь нет России. То есть переборщились с патриотизмом. Но это смешно, поэтому какие-то вещи вызывают улыбку. Со времен Перестройки, когда начался другой юмор, когда началась другая жизнь, хотя жизнь такая, что материала очень много для юмора. Но наша... Я не знаю, как Миша Жванецкий, у него буквально сейчас юбилей. И он, благодаря телевидению, у него есть программа на телевидении, как-то он так... А я выпал, потому что мне некуда влезть своими смысловыми миниатюрами, монологами. Некуда! Я не могу влезть в камни-клаб, не могу влезть. Ну, нету, там другое время, другой юмор. И поэтому... Поэтому я не смеюсь, мне очень грустно. У меня был вечер недавно, 50 лет на сцене в Ленинграде. Приехали Долина, Гришаева, Жванецкий, Гварцтели, Альтов, Света Крючкова, такая компания. Ну, Галкин, пожалуй, самый такой сейчас в юморе, ну, талантливый, я так скажу. Хотя я этот жанр не очень люблю. Я их называю клопами. Они же сейчас сплошные, эти вот пародии, сплошные. Это клопы, это люди, которые питаются кровью великих артистов. Я их называю клопы. Потому что, ну, спародировать нетрудно. Вот сделать, найти себя, и чтобы тебя пародировали, это совсем другое дело. Может быть, кто-то меня вспомнит. Нет, ну, люди здесь вот на улице здороваются, узнают. Слава Богу, я не могу. Ну, та публика, которая шла со мной, и до сих пор идет, и в Америке, и в Израиле, и в Германии, она со мной идет. Я держусь благодаря этому. Как здоровье, спрашивают. Как Одесса, спрашивают. В Одессе 2 доллара, 1 рак. Это на вес золота, в общем-то. Если взять 100 штук на компанию, на 3-4 человек, посчитайте, это ужас. Больших почти не бывает. У меня друг там, он бизнесмен, он очень любит, и нас всегда приглашают, когда мы в Одессе, он, он, как бы, у него есть люди, которые достают, ловят из-под земли эти раки. Он иногда, иногда бывает большой, но не часто. Вот, а вообще, конечно, в Одессе все стало дорого. Рыба особенно. Камбала, бычки, эти рачки маленькие, которые стоили уже, мы на футбол их брали. А сейчас подойти нельзя. Уехала четверть Одессы, я думаю, 1300. Ну, за эти все годы, 70-х, вот, уехало огромное количество. И потерялся генофонд. Давно не все были мясники там или артельщики. Были и музыканты, и врачи, и артисты. Этот генофонд уехал. И сейчас же, они сейчас все сюда приехали, эти, и Успенская, и все-все ребята эти с Брайтона. Они сейчас в Москве живут вот так. А мы туда ездим. Ну, живем чуть хуже. Но, вы знаете, это очень жаль. Одесса потеряла очень много. Она потеряла главное. Она потеряла акцент свой, неповторимый. Есть еще, есть. Он, как сказать, он, может быть, возродится, а может быть, и нет. Вот сняли хороший фильм «Ликвидация». Ну, сам фильм, можно говорить по-разному, но Машков сыграл гениально просто, на мой взгляд. И шел еще Мишка Япончик, тоже парень играл потрясающе. Это 20-х годов тот акцент одесский, а это вот послевоенный. Так что какие-то люди там есть, даже не знаю, кто это писал. Что мне нравится? Все. Что мне нравится? И ничего. По-разному бывает. Так что вот у меня жена, мы с ней вместе 42 года уже. Так что она мне нравится до сих пор. Вот так мне повезло в жизни. Я очень жуткий человек, я капризный, я не все ем и не все пью. Особенно сейчас, уже с возрастом. Так что мне повезло. Она занимается домом и работает сейчас. Уже 20 лет работает, не хочет уходить. И дети, и внуки, они живут напротив. Она им варит борщ и несет в тот дом, чтобы они поели. Она очень хорошо готовит. Вот она фаршированную рыбу делает, как моя мама. Она ее учила, собственно. Нет, мне повезло. Я вот был в больнице, лежала. Она возле меня на полу лежала. И каждый вздох, все это большого стоит. Знаете, есть такие мужчины, которые беспрерывно говорят. Беспрерывно. И женщинам это страшно нравится. Она может помолчать, поковарить. А он говорит беспрерывно. А я наоборот. Я молчу, пока она мне не разговаривает. А улыбаюсь редко. К сожалению, сейчас просто уже сам хочу. Сам хочу расхохотаться и не могу. Не могу. 32 года мы проработали. Один раз мы поссорились с одной женщиной. Она нам обоим понравилась. И мы неделю не разговаривали. Ну, на сцене играли. А потом все. Она ушла, а мы остались. Так что это был единственный случай. Но мы чуть не подрались. Это был всплеск такой. Хотя, видите, такой спокойный, такой выдержанный. Это в Ленинграде было. В Одессе. Чего вдруг? Вот стоит и все передо мной. Я написал большой рассказ. Как я его водил по Одессе. Его никто не узнавал. Такой лирическо-смешной. Там одесситы смешные, а Чаплин все время грустно. Он переживает, что его не узнают. Мои внуки его не знают. Это ужас. В массе своей народ поддается пропаганде, конечно. А телевидение пропагандирует стрельбу беспрорывную. У нас эти милиционеры, они уже у меня в доме живут. Они беспрорывно пьют. Кстати, во всех наших фильмах пьют. Борются с пьянством. Ну, сделайте как-то, я не знаю, там, нечего. Все пьют и пьют. И на свадьбах пьют, и везде пьют. И милиционеры пьют. Это ужас какой-то. Ну, что вам сказать. Я не смотрю, я смотрю спортивные передачи, как многие. И какие-то то, что по культуре меня интересует. Это сложный вопрос. Я думаю, что ходсоветом должен обладать каждый артист и каждый, кто выходит на сцену. Ну, разве мог себе Райкин позволить какую-то шутку скабрёзную там? Или даже мы с Витей, или Миша Жванецкий. А эти просто, ну, даже не хочу повторять, что они творят. И сидят молодёжи, смеётся. И она уже к этому привыкла. Публика может ко всему привыкнуть. К чему угодно. Я не люблю анекдоты, потому что они в массе своей не смешные. Иногда Миша расскажет очень смешной анекдот. Он умеет, он и запоминает хорошие анекдоты. Никулин Юрий Владимирович мог рассказать тебе один анекдот 10 раз, и всё равно будешь смеяться. Потому что это талант. Так же, как и анекдот. Анекдот – это перлы, народные перлы. Их очень мало. Был у меня один одессит знакомый, он только анекдотами занимался. Он приезжал в Москву, открывал дверь – анекдот! И начинал рассказывать. Он умер, к сожалению. Он знал, не знаю, тысячу анекдотов. Но он такой смешной был сам по себе. Он такой радостный, хохотал, сам рассказывал и умирал. Падал на пол. Смешной. Это очень зависит от человека, что у него внутри. Ну как мне на Брайт, они встречаются с женщиной, говорят – о! Я говорю – что вы? Она говорит – ничего. Вот это же не анекдот. Это настоящий анекдот берётся в жизни, как и настоящее искусство. Меня обозвал Никулин как-то. Его спросили – кого вы могли бы вот видеть, вот клоуна у нас? Давно это было. Он сказал – назвал мою фамилию. Я был очень горд этим. Я со школы ещё меня называли – клоуны, паяц. И как только они называли. Я любил смешить публику. И сейчас люблю, но уже гораздо серьёзнее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!